Здравствуйте. В США, в штате Техас, были сняты обвинения с отца, забившего до смерти человека, изнасиловавшего его пятилетнюю дочь. Актуальный комментарий прямо сейчас. Мой сегодняшний гость и романах Никон Беловинец. Отче, здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста, прокомментируйте эту ситуацию. Ну, безусловно, чувство отца, который наказал утрачивавшего человеческий облик субъекта за другая собственная дочь, понять можно. И можно понять и решение суда, который снял с него обвинение. Но все же самосуд – это опасный прецедент. Потому что, если мы себе присваиваем сами функции судьи и палача, очень сложно остановиться. Ну, знаете, я сталкивался со статьями, в которых люди описывают подобные происшествия, они говорят, ну, если Господь не досмотрел там, если Он уже совершил это, позволил злу пройти в этот мир, то значит, надо брать все в свои руки и решать эту проблему самим. Ну, плохо это кончается. Потому что возникает искушение навести порядок своими силами со своей точки зрения. А если ты ошибаешься, ты подозреваешь этого человека в совершении, ну, я, конечно, фантазирую. Не знаешь ли конкретно этой истории? Нет, эта история, ну, она понятна. Но я не могу этот пример приводить как пример для подражания всем, оказавшимся в данной ситуации. А вот вопрос может быть немного личный, я, может быть, немножечко далеко зайду. Вот в Таинстве Исповеди подобные грехи, они отпускаются? Надо понимать, что грех отпускает Господь. А священник выступает, как говорится, ажиточию свидетелей есть. Свидетель вся же или горячей же мне. Вот насколько человек раскаялся? Ведь покаяние в греческом языке – это метаноия, это изменение. То есть, если человек осознал действительно, что он совершил то, что он не должен был совершить ни при каких обстоятельствах, я уверен, что Господь, конечно, простит. Но если это произошло, а просто сказать, что я там совершил то-то или то-то, и не пережить вот этого изменения внутреннего. Но всегда это тайна между отношением Бога и человека. А по отношению к этому, как Вы назвали, субъекту? Ну, а как к нему относиться? Как к человеку, утрачившему, безусловно, человеческий облик. И, безусловно, такие люди должны нести самое суровое наказание. Но, опять-таки, для этого государство должно эффективно бороться с этими преступниками, чтобы человек, который это совершил, ну уж как минимум 25 лет точно не мог покинуть место заключения. Что ж, будем молиться о спасении отца и его дочери. Конечно. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Вы смотрели актуальный комментарий от иеромонаха Никона Белавенца. Берегите себя и своих близких. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok